всем привет с вами прия сегодня поговорим о таких вещах как комплекты экипировки для чего они вообще нужны и как они могут помочь при фарме допустим чего-либо итак начнем же конкретно с моих комплектах экипировки которые использую я и потом уже поговорим о том где это можно использовать плане полезности и так то что вы видите сейчас это по факту сборная солянка назовем ее так тут до кучи процентов крита очень малое количество универсальности и вообще все это бред но именно в таком экипе я имею наибольший и там level он и назван у меня собственно и level одеваю я его перед тем как выхожу из мира из игры то есть ну делаю самое обычное действие со своим персонажем логаут то есть выход для чего я это делаю ну знаете была одна такая ситуация которая подпалила жопу нескольким воинам видите ли которых я обогнал по этом левелу классно классно это очень приятно было слышите видите всех вам благ счастья здоровья легендарок поменьше эти люди знают себя наверно окей для чего еще полезен максимальный эквип максимальный эквип полезен на bg и аренах чем больше ваш эквип тем больше стат вы получаете да там отличие будет всего лишь в 0 203 процента но когда ты это может сказать очень сильно так по вашему как получаемому дамагу так и наносимую то есть это очень сильно влияет просто запомните это и надевайте всегда максимальный шмот как вариант мы иногда bg шамареним на стриме то есть я начал потихоньку вовлекаться в это pvp комьюнити и как не можете зайти на стрим во время того как я допустим буду находиться на bg искать вот макс при вот покажи нам сколько стат у тебя в обычном эквипе а сколько стат у тебя при максимальном эквипе и вы увидите хоть небольшую но разницу все с этим комплектом экипировки мы разобрались итак теперь идем дальше давайте пройдемся по панельки раздеться это комплект экипировки который весьма хорошо показывает себя на таком модификаторе как взрывной не взрывоопасный а конкретно взрывной это модификатор начинающийся с четвертого и выше уровней который пробивает вас по максимальному проценту запаса хп вся группа снимает с себя шмот кроме хила хил нахиливает а у вас так как само хп весьма маленькая то есть в районе миллиона или полутора миллионов бьет по вам по процентам то есть там 500 700 тысяч да смотря по сколько процентов то как бы и все и хило относительно легко это прохилит намного легче чем хилять по 3 или по 2 миллиона уж точно вот но это скажем так полезность этого комплекта ну или как вариант если вы падаете куда-либо то быстренько разделись шмот попадает вам сумку и он не теряет прочности при этом весьма полезно сейчас мы вот так вот сделаем давайте оттенем рейдовый эквип рейдовый эквип это тот эквип который я использую на соло таргет боссов и рейдю собственно в этом же эквипе тут жетон стражей нестабильный чайный кристалл пока что 860 эквип надеюсь что выбью лучше с осколок пустоты крайней мере реально надеюсь два куска плечи или спина или голова но два из этих куска должны быть точно одеты по-любому легендарные запястья легендарные перчатки ну так соло цель как говорится она всегда присутствует и этот эквип весьма хорошо себя показывает 27 процентов скорости 67.6 искусности 7.4 универсальности без прока при проке в районе двадцатки 20 процентов при 58 уровне артефакта все классно и так идем далее такой сет как попрыгунчик создан специально для того чтобы перебегать между паками и делать это относительно быстро шмот максимально направленный на искусность почему вы меня спросите для того чтобы поступка громара начала работать именно от искусности так как выбирается самый наибольший показатель и аксессуары на искусность будут показывать себя лучше всего кстати я говорю то что аксессуары на искусность ну вообще шмот на искусность да а у меня то не искусность видите 136 уже стало процентов да пум пурум пурум пум 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 можно еще допустим вот так вот а нет 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 интересно все это но такой ход событий мне нравится я повысил еще на парочку процентов я классный как всегда и так поступок громара которая увеличивает нашу скорость передвижения мы двигаемся чуточку быстрее далее плечики которые дают нам два дополнительных заряда на наш прыжок мы просто делаем прыжок еще делаем прыжок и еще делаем прыжок спринт от прыжка мы получаем от таланта предельный шаг все просто шмот максимально направленный на искусность конкретно в этом шмотике и так идем дальше одеваем половинчатый аойе назовем его именно так легендарные запястья легендарный пояс нестабильный кристалл скованная страхом средоточие почему именно средоточие а не другой тринкет на все это дело это делается для того что средоточие можно сразу же одеть и она сразу же будет работать это весьма полезно то есть не нужно ждать времени подготовки как на следующий аксессуар вы сейчас увидите вы просто одеваете этот аксессуар и он сразу начинает работать также четыре кусочка из т-19 так как нас бьет большое количество мобов то критические блоки будут совершаться часто и мы будем получать от этого какую-то долю ярости а если еще дополнительно прожмем под это дело ярость нилториона то этих крит блоков будет еще больше и будет просто счастье да легендарный пояс легендарные запястья четыре куска тринкет показал итак теперь самый мощный бурстовой просто комплект какой только можно придумать это фулейшие ауе два из двух то есть ну это все по тринкам идет легендарная тринка килл джеден легендарные запястья чтобы не терять в выживании скажем так и свою очередь максимально на дпс этот комплект экипировки может использоваться как вариант лишь в той ситуации когда вы знаете что до ближайшего большого скопления мобов которые вам придется разоуешать 30 секунд потому что когда мы только одеваем эти аксессуары они имеют подготовку по полминуты также четыре куска также легендарные запястья легендарный аксессуар дрочильный камень текущих ветров очень хороший аксессуар на самом деле который весьма хорошо покажет себя в 3 плюс цели скажем так особенно что самое главное что меня радует это боевой крик который можно комбинировать при использовании используем боевой крик и начинаем прожимать наши бурстики и все просто происходит наилучшим образом попробуем сейчас на манекене все это дело воплотить в реальность сбросим наш рекаунт скату 3 2 1 поехали начинаем нашу ротацию запускаем это запускаем то и то есть абсолютно почти все тики нашего кромсающего вихря то есть точильного камня текущих ветров они являются критовыми а это же классно сейчас это 1 плюс моб а какой 1 плюс просто 1 моб а если их будет 3 4 5 6 7 8 больше вы только вдумайтесь какие будут чудовищные цифры вылетать если вы грамотно подгадаете использование точильного камня и правильно запустить келджедена это будет реально классно вот так что думайте насчет этого а по поводу того как создать комплекты экипировки так это мне же еще надо было в самом начале сказать вот я балда комплекты экипировки новый комплект и спокойно все создаете и настраиваете как только вам угодно иконки названия делайте что хотите абсолютно а тем временем я выхожу из игрового мира желаю вам удачи счастья всех благ здоровья легендарок побольше и всего всего самого хорошего у меня уже кстати 16 легендарок я надеюсь что до 725 у меня упадут легендарные перчаточки на моего армс воина и будет все просто идеально знаете просто хочу сделать такую небольшую галочку мол типа выбил все легендарки до 725 потому что в 725 будут новые легендарки и лутать старые знаете как это будет ну честно говоря не по приколу я думаю вы прекрасно согласитесь с моей мыслью до скорого всего хорошего вам чтобы Продолжение следует...